Молодец! Ровно это и нужно будет делать. Давайте, H, C, прямую проведите. И G, D. Ребята, это прямоугольник, повернутый на 90 градусов. Если вы возьмете A, B, E, F, повернете на 90 градусов от центра, то получите вот этот вот, C, D, G, H. Да, и дальше. Эти четыре части одинаковые. Отлично, если можно, напишите туда вот, B. Понимаете, что эти четыре прямоугольника одинаковые? Да. Четыре квадрата прямоугольника, они получаются поворотом в лохов в центре. Да. Эти два прямоугольника будут одинаковые. Да, 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 я все понимаю, да. А эти прямоугольники в сложении могут сделать. Молодец. Надо диагональность. Не так ни в коем случае. Вот это просто неверно. Диагональность. Так, одну пролила. Вторую пролила. И напишите буквы ТТТТ. И там тоже ТТШ. Так, теперь осталось понять, а почему они одинакового размера? Ну, то, что они прямоугольные, это понятно, да? Вот здесь вот у нас 90 градусов. Ну, смотрите, здесь вот эти вот отрезки равны, правда? Здесь эти отрезки равны, и очень важно, вот этот отрезок, это сторона восьмого угольника, и это тоже сторона. Поэтому гипотенуза у этого треугольника такая же, как вот этот отрезок, и, значит, такая же, как у ТВ. А по гипотенузе треугольник треугольник с равными аккальцинами является однозначно. Спасибо, вы все решили. Отлично. Господа, маленькая проблема. Что такого типа задач можно придумать много, и есть много абсолютно удивительных конструкций. Например, только я ее вам не буду сейчас рисовать, потому что я ее просто не помню. Слушайте. Есть разрезание квадрата на кусочки, из которых складывается правильный клинтурник. Это такая знаменитая картинка, она есть, например, в книжке «Люди не…» А? Интернет там в помощь.